Привет, мои хорошие, с вами клинический психолог Артём Салимов, и это мой канал о психологии, психотерапии, обо всём, что мне интересно. Сейчас кто-то смотрит Катю Андрееву в её передаче «Время», в её передаче «Новости за неделю», а кто-то смотрит мой канал, и я надеюсь, вы успели на него подписаться. У меня-то поинтереснее новости, чем на Первом канале. И я не зря вспомнил эту ведущую с лицом куклы Чаки и по слухам любимицу Путина, потому что недавно у неё вышло интервью у светской лица Светочки Бондарчук. Я ещё для сравнения посмотрел интервью, по-моему, полтора года назад или два года назад она давала «Стрелец», Надежде Стрелец. И давайте же с вами построим психологический портрет этой несменяемой ведущей. Что нам бросается во глаза и на экране в её рабочий эфир, и в её интервью? Очень жёсткая дама. Жёсткая, неэмпатичная, высокомерная, холодная и, конечно же, зациклена только на себе. Безразмерный эгоцентризм. Такой эгоцентрик, такой нарцисс, такая она высокомерная, с такой аноманией величия, что это не может не привлечь внимания психолога, психотерапевта или даже психиатра. Понравилось мне вот это сравнение у «Стрелец молодец» и у Бондарчук. Вот посмотрите, да, два интервью. У «Стрелец» она сидит, всё интервью сидит в какой-то водолазке, в пиджаке. У Бондарчук, конечно, она с ней и прогулялась по территории Останкиной, и в кафе посидела, и там, и сям, и там, конечно же, Катенька разгулялась и показала себя во всей красе. Конечно, вот напишите, пожалуйста, какой вам лук больше всего у неё понравился. У «Стрелец молодец» ещё более-менее. У Бондарчук сидела вся какая-то как мадам Брошкина. Тут какие-то бусы, тут какой-то у неё цветок, сумочки у неё, сумочки, пиджачки. Всё только зарубежные бренды, да. На первом канале говорим, значит, там про государство, про Россию. Сама только зарубежные бренды. Ну и, конечно же, бросается в глаза, я полгода работаю в России, полгода я провожу в путешествиях. Я вот очень люблю в Италии плавать на яхтах. У меня там друзья. Рассказала на этот случай с какими-то подставными. Была психологическая такая программа для людей, которые на реабилитации. Они принимали роли работников яхты, и Катя Андреева об этом не знала. И потом такая говорит, но в следующий раз уже всё было нормально, там уже были военные, там уже были военные моряки в Италии. Екатерина Андреева, ведущая первого канала, главного канала страны. Какие там были военные? А вдруг они выведали какие-то секреты Родины, какие-то новости? Чем вы там с ними могли поделиться? Что это такое? Это же были, скорее всего, натовские военные, с которыми вы плавали. Ну, правда, Екатерина Андреевна, ну что вы такое говорите в блоге? А люди это слушают. Всё, и всему верят. По поводу веры. У Стрелец, она сразу же, первая её фраза была, вот пропаганда должна быть такая тонко рафинированная. Мне не нравится шоу других пропагандистов. У нас не так. То есть она сразу сказала, что на первом канале пропаганда. Потом она говорит, нет, у нас мы показываем разные точки зрения на разные события, какие-то политические, или которые происходят в стране или во всём мире. Мы показываем разные точки зрения. У нас нет цензуры. Потом сразу же говорит, ну вот мне не нравится, когда что-то замалчивается на наших каналах, а потом это всплывает в интернете. Но получается же, цензура есть. Получается, это же не объективные новости. Вот таких когнитивных несостыковок, противоречий она выдает очень-очень много. И, конечно же, она знает, где она работает. И что она сама сказала, я не могу привнести никакое своё видение, я не могу никак, значит, повлиять на какие-то решения. И вот эта её фиксация на правде, я за правду, я только за правду. Ещё одно противоречие. Мне фиолетово то, что обо мне говорят, то, что обо мне пишут, эти сплетни. Я там маме не говорю, всегда говорю, вот ты не верь интернету, ты сразу позвони мне напрямую. Потом я перерабатываю эту энергию всех этих хейтеров. Катя у нас вообще очень иррациональная дамочка, повёрнутая на эзотерике, повёрнутая на шизотерике, вот на всех таких, значит, каких-то мистических, оккультных практиках. Я всё это перерабатываю себе вот в своё благо, в какую-то позитивную энергию, весь этот негатив. Потом говорит, у нас должен быть закон, который защищает права публичных людей, что ты не можешь просто так про кого-то сказать, и это какой-то фейк. Вот надо защищать личность. Там она ещё у Бондарчук топила за смертную казнь. Что ещё бросается в глаза? Её скандальность, да, вот это её высокомерность, её эгоцентризм. Было несколько уходов у неё с канала. Говорят, Эрнст по сплетням, Эрнст её ненавидит, Эрнст её не выносит, но якобы там то ли у неё какие-то тёрки, значит, подвязки там, то ли у неё какие-то любовники. Катя хорошо выглядит, ей 60 с лишним лет. До сих пор непонятно, сколько ей вот точно лет, да, она всегда как-то отхахакивается. Видели, у неё вот этот, кстати, смех такой очень-очень высокомерный, да, вот такая вот она мадам, такая она вот купчиха в образе, она москвичка, вот об этом говорит, и как и многие, значит, полгода поработают, полгода в путешествиях. Почему это так происходит? Не потому что Катя у нас, кстати, я вот хотел её натальную карту построить, ведь она же ещё у нас астрологией занимается. Я не вижу никаких, я не могу найти вот прям точной даты её рождения. Пожалуйста, напишите мне, мы в следующем каком-нибудь посту или у меня в Телеграм-канале, кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, процесс пошёл, мы разберём. Она сама говорит, что у неё Меркурий в 10-м доме, то есть вот вся, значит, карьера через слова, через коммуникацию, через новости у неё построена. Вот это её тяга к путешествиям, конечно же, это компенсация. Она каждый раз видит в каждом выпуске новостном вот эти всякие разбитые деревни, всё это бездорожье, всё вот эти регионы, где вообще никакой инфраструктуры нету. И когда есть какая-то возможность и есть деньги, первым же рейсом в Сингапур, на Мальдивы, в Италию, в Испанию, в Антарктиду, куда только лишь бы уехать, лишь бы подальше, лишь бы не видеть этого всего бизнес-класса, улететь. Но что стоит заметить, она и на Байкал у нас катается, то есть и внутренний туризм тоже у нас, Катенька, развивает. Что ещё бросается? Ну вот я говорил, эгоцентризм, завышенная, крайне завышенная самооценка, вот такая нарциссиха, и у неё всё всегда лучше всех. Она на голову выше всех. Я вот даже тут специально выписывала. И чай она пьёт у себя дома тоже. Ни у кого такого нету, там ей какой-то её гору. Он доставляет с каких-то гора октябрь один сорт, август другой сорт. И вот очень-очень дорогой, даже у богатых китайцев денег на это не всегда достаточно. И вот и чай лучше. И ездила она на Камчатку. У Светы, у Бондарчук на 50 человек вышел там из этих камчатских лесов. Один медведь, и какой-то голодный был. А у Кати на небольшую компанию вышло 50 медведей. И вот все они такие на омега-3, все они этого лосося едят, камчатского. И все вот такие вот холёные. И прям вот, ну буквально, мишка на дереве. И все ему там чуть ли не лапкой махали. И вот были такие добрые. Вот такая у неё энергетика. Только она одна прошла на телевидении тесты на профпригодность. Больше никто, только она одна. Ну и, конечно же, её фотографию как оберег берут и космонавты космос, и дайверы на самые глубины Байкала и Курска доставали, и МЧСники. Вот буквально у нас, значит, святая Катерина. И сама она говорит, что её имя Екатерина очень такое жёсткое, очень такое властное. И вообще вот практически вот сидит перед нами Екатерина Вторая. Да, вот такая вот властная мадам. Верит она в свои какие-то экстрасенсорные способности. И маньяка она, значит, на два метра. Он голову там себе разбил. Она силой мысли телекинезом от себя оттолкнула. И где-то в Италии, или где-то она была, значит, свору собак на какой-то площади тоже она телекинезом телепатией удерживала. И в казино она выиграет. И сразу она во всех чёрных списках. Вот дай ей там два доллара. И она тебе принесёт две тысячи долларов. Сразу же вот выиграет она в казино. Вот ни у кого не получается, ни у кого и медведь не выходит, и никто не может телекинезом обладать. Она одна это умеет. Сама, всё делает сама с трёх лет. Вот такая Катенька у нас росла независимая, вот такая самостоятельная. Вот всё чётко знала. И вот сидит, сидит и разговаривает за этой чашкой чая. Чай листовой, они в пакетиках у нас, да, вот такая капризная. Сидит, значит, тут у неё этот чокер, эта роза, эти её распущенные длинные волосы. Волосы, кстати, красивые, да. И в свои 60 лет, конечно, Екатерина Андреева выглядит очень-очень хорошо. Сидит нога на ногу, 9 тренировок у неё в неделю бывает, и тайчи, и восточные, и йога, и это, и это. Столько много дури, надо куда-то девать. И вот, знаете, сидит аферистка, сидит богатая какая-то рублёвская мадам, которой некуда девать денег, и полностью глупая, и тратит деньги на всю эту эзотерику, на всех этих своих гуру. Всё она лучше всех знает, замечательно она чувствует энергию, всем она даёт советы, и великим режиссёрам, и каким-то учёным, и артистам, и сценаристам, кому только она не даёт свои советы, и так оно случается. Пришла она после Истфака, после Истфака, там её в какой-то исторический фильм позвали снимать. Ну что это такое у вас постаканники 50-х годов, да, вот такая высокомерная. Вот попы земли просто, а не Екатерина Андреева у нас. Макевиализм у неё прослеживается, она манипулирует, манипулирует сознанием и телезрителей, и своими гостями. Как она к Кэмераму, к Кэмераму, да, вот подошла. Я не готовилась, я не смотрела этот его аватар, а накануне кто журналист не смотрел в Германии, и он, значит, Кэмерам просто взял и ушёл, оскорбился. А я посмотрела трейлер, я посмотрела, какие бабы ему нравятся, а делась так же. То есть она, Катя, ради своих целей, чтобы хорошо выглядеть в эфире, чтобы вот, значит, сделать интервью, поиметь гостя, который к ней пришёл на эфир, она не внушается ничем, она может и приврать, она включает сексуализацию, сидит у Стрелец, даёт интервью и говорит, я считаю, что у женщины интервью должен брать мужчина, у мужчины должен брать интервью, должна брать женщина. Что ты тогда пришла к Бондарчук? Что ты тогда пришла к Стрелец-молодец? Ну, шла бы к какому-нибудь этому Луке Ябкову, к Манучарову бы пошла. А, Манучарову у него закрыли уже, его YouTube-канал. Ну, может быть, он на Рутюбе уже снимает, развивает, значит, отечественные видеохостинги. Кстати, дорогие мои, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, потому что если YouTube закроют в России и не будут доступны даже с VPN-видео на отечественные, на российские видеоплатформы, меня не будет. Максимум мои Reels в ВКонтакте. Меня не будет ни на Рутюбе, ни на других площадках пока что. Но я из YouTube никуда уходить не собираюсь. Что привлекает внимание клинического психолога и психиатра? Ее, конечно, иррациональные, мракобесные идеи. Катя у нас верит во всю магию. Катя у нас сама обладает экстрасенсорными способностями. Да, весь этот бред с Древним Египтом. Портал с крокодилами там был, энергетические вихри. В России все проблемы от того, что поменяли календарь. Значит, Путин, конечно, она очень много говорила про личность Путина. И что его лицо переходит из века в век. И даже в искусстве, да, там портрет Арнольфини такого типа. Он собиратель земель итальянских. Хотя я посмотрел, напишите историке, кто хорошо шарит за историей. Он просто купцом был. Вот, например, в Википедии ничего не сказано о том, что он там какие-то земли собирал. И вот, значит, Путин у него особая миссия, потому что он похож на Арнольфини. Мой ответ таким же любителям конспирологии, эзотерики и всего такого. Вот, посмотрите, пожалуйста, на экран. Перед вами фреска из той же самой Италии, из итальянской церкви, которая изображает Антихриста, XIV век. Вот, пожалуйста, средневековый гримуар, где тоже нам показывается образ одного из демонов. И посмотрите, пожалуйста, на фейс, что называется, на лицо. Ну, я ничего не хочу этим сказать, но просто ссылаться на какие-то такие мракобесные идеи, телеведущие на первом канале, и говорить об этом, Бондарчук, говорить об этом стрелять, молодец, еще в каких-то интервью. Ну, это что называется такое? Ну, вы же православная телеведущая, вы же живете в православной стране. Почему вы занимаетесь какими-то восточными практиками? РПЦ против йоги, против всего этого. У вас какой-то экстрасенс в Сербии, сербская ванга. Вы видите, занимаетесь хиромантией, видите какие-то знаки на руках, и вот у Путина этот знак власти, и вот только у него. Я больше никого не изучала, я больше никого не сравнивала, только у него. Ну, проведите исследование, возьмите 10 политиков и посмотрите на их ладошки. Если там хотя бы у пяти или у четверых будет этот знак, ну, наверное, что-то можно говорить там о какой-то корреляции. Нет, вот только у него. С чем я согласен? Есть также идеи, с которыми я согласен. Отчасти, отчасти. Что самая большая, значит, катастрофа была, нет ничего страшнее, чем революция 1917 года. Вот у нее противоречивое отношение к Сталину, хочу сказать. Ее дипломная работа посвящена сравнению режима Гитлера и Сталина, что это все два равнозначно черной. Это дословно ее цитата и стрелец. Молодец. Хотя сегодня есть закон, который запрещает сравнивать две этих исторических фигуры и режим оправления. Катя вот об этом, Екатерина Андреева говорит об этом в обоих интервью. Я просто передаю то, что мы там слышали. Значит, полностью эти режимы одинаковы. Даже у нее, опять-таки, какая-то там бабушка, по-моему, работала в библиотеке. У нее, ну, конечно же, у нее был доступ ко всем секретным архивам. И там книга «Меч фашизма ковался в СССР». Да, вот такое у нас Екатерина Андреева заявляет. Не поддерживает она сталинские репрессии и одновременно говорит, что нельзя говорить плохо про Сталина, нельзя про него снимать какие-то фильмы, где он там лежал в луше собственной мочи. Это очень энергетическая сильная фигура. Значит, должна быть цензура. Вот такая Катя у нас, да, любительница всего мистического, всего крайне эгоцентристка, себелюбивая, жесткая, понятное дело, капризная, скандалистка. Ведет себя как королева на Первом канале и не гнушается, это демонстрирует в новостях. Многие сравнивают ее стиль. Если мы видим вот такую очень жесткую, такую советскую тетю в телевизоре, то в жизни она прям вот такая моложавая, порой даже чересчур, и это некрасиво. Вот, дорогие мои, напишите, пожалуйста, что вы думаете о Екатерине Андреевой, что вы заметили в ее личностном портрете, как вам мое видео. Подписывайтесь на мой канал. Если вы хотите пообщаться со мной лично, вне зависимости от того, где бы вы ни находились, в какой бы стране, вы всегда можете записаться на мою онлайн-консультацию. А если вам нравится мое творчество, то, что я делаю, и вы хотите меня поддержать, не только психологически, не только информационно, что также очень-очень ценно и очень помогает и вдохновляет меня, и спасибо большое вам за это, вы также можете поддержать меня финансово, сделав онлайн-перевод или на платформе Boosty, Patreon, или сделав перевод через PayPal. Всего вам доброго, и увидимся с вами в новых видео. Не смотрите первый, а смотрите мой канал. Всем пока!